дохерища людей ежедневно проходят мимо но только единицы понимают что к чему дом стрит-арта в москве ему съезжаются десятки крутых художников со всего мира ну а почему сейчас вы узнаете снизу так не выглядит круто как когда-то вот такой ближайший я говорил что блеванет точно сейчас осталось еще пописать ничего как ощущение шикарная такая милашка выгодки обнял однажды я сделал большую ошибку как обычно блять я просто не отгрузил 3 ляма какие-то сомнения блин с этой свадьбы вообще невозможно ничего определить блин чуть я переживаю у него прям слюна то на него начала рычать и бросаться блин уже точно струже саш ты много подарков делал прошлом машине ну смотри и мы начинаем хорошо ты хочешь обсудить моих бывших нет ты сама спросила хорошо смотри однажды я сделал большую ошибку я закончил отношения которые длились там три года почти у меня было такое чувство жалости что ли наверное девочка была старше меня на несколько лет ну типа я забрал у нее воды там ее там туда-сюда ну реально я просто ей отгрузил 3 ляма но она как бы мне помогала там в моих рабочих моментах почему это была ошибка она пошла и всему шоу бизу такую хуйню про меня начала говорить что я его вышвырнул на улицу ни гроша не дал и продолжать по сей день иногда даже это говорить прикинь мне было настолько обидно что я по сути своей но я тебе честно могу сказать дай у меня не лежало тогда 3 миллиона рублей у меня лежал тогда типа миллион может полтора я взвесил все и подумал блин внутри и хватит как раз на то чтобы хату пойти и купить какую-то точно я полтора взял в кредит и отдал ей 3 ляма она не знала об этом я отдал ей и блять все равно на меня полилось такое говно я почему-то четко для себя понял пошло всем нахуй вообще ты не должен никому в этой жизни блять тут ты красава дал ей большую сумму но мне кажется это поступило неправильно как взял деньги в кредит еще полтора миллиона чтобы просто блять выплачивал выплачивал а потом еще и огребал видимо за то что огребал я те хрен очень я по сей день огребаю но блин я не такой человек мы все смотрим твои влоги мы все знаем какой то на самом деле ты реально можешь вышвырнуть сейчас бы вот сейчас отмотал бы отмотал бы назад я бы блять реально так и сделал потому что вот потому что блять это некрасиво и неправильно никто в этой жизни никому ничего не зашли совестливый человека за это ты огребаешь никому ничего не должен это грамотно говоришь что надо было в такой ситуации сделать чтобы человек потом хотя бы просто замолчал не расходить а ничего это вот но это такое настроение этого человека но правильно я сделал или нет как ты считаешь вот я тебе честно сейчас рассказываю все как было я просто слишком хорошо знаю тебя и я знаю что ты будешь вести себя как говно только в том случае когда тебя довели до кондиции вели себя супер несправедливо ну да он очень добрый и совестливый ты не будешь человеком обходиться грубо если он нормальный во первых я был молодой может быть я сделала чуть-чуть по-другому все да во вторых в любом случае я если это обращаться к моим там бывшим девушкам я всем хочу сказать спасибо вы классные девчонки извините что не сложилось с вами но я надеюсь что в вашей памяти я не остался полным конченым козлом вас оставить ну тема про больше зашла как бы если проблема будет набирайте я всегда вам помогу а лучше не набирайте и разбирайтесь сами девчонки только личный опыт научит вас жизнь кажется там уже заканчивают крутую работу сейчас мой друг паша он же по совместительству директора атриума расскажет подробно вообще что здесь будет сколько это он уже делал 100 часов рабочих ну прям вот 100 часов беспрерывно когда вообще родилась идея вот взять и закрасить здание 2014 точнее мы поняли что просто почва для того чтобы это было правильно воспринято она есть что ты вообще можешь сказать по поводу вот той ситуации когда по красу закрасили его работу смайлика я скажу профессиональным языком этого дискуссия среди искусств а потому что некоторые его обвинили в том что он в коммерцию ударился успех нельзя называть коммерцией не то что он майки сделал на этом так нет а вы только как бы он майки сделал это просто в противовес к вам фану вандализму который был создан ты считаешь этот маленьк больше вандализмом конечно у чувака какой-то личный как говорится биф покрас но выглядело прикольно и выглядело все органично еще круче когда зачем написали это вообще вышел еще но вещь как бы зачем обозначили что стенка бывает первично их на и первый кто кто там отметился поэтому все тихо завидуют я хотели бы быть покрасами за исключением я думаю ребята зачем поэтому паша покрасу отдал в рост и главный вход только вот примерно краски ушло вот на вот на эту башню это в литраже очень сложно то есть а в деньгах стоит восемь тысяч евро это примерно только уходит краски да вот на на сложную работу с большим количеством теней полутону вот например работа 300 это на право москва москва бней она она не станет чувак 14 лет работал с бэнкси и по сути он тоже один из основоположников буквенного стрит-арта его картин была подарена обаме она висит в белом доме но при этом ему запрещен въезд в америку сейчас ебанет такой дождь что по ходу дела весь арт смоет паш вылила там бедный работает мне кажется да у него сейчас вся краска он еще работает по ну опять же пресечной техники это не баллоны по сути в такую погоду баллонами даже можно работать красками на водной основе конечно не особо блин жесть и он там из этой люльки так быстро не выберется он уже промок там опять же вернуться к этой башне 20 дней человек рисовал с ассистентом причем он приехал в октябре и когда он уже уезжал было плюс 2 минус 3 ребята разогревали баллоны с краской он в перчатках куда вкладывал такие как обогревающие вкладыши то есть последнее но он монстр вы когда договариваетесь с художником вы им просто говорить вот есть атриум выбирайте стену или нет мы заранее распланировали анализируя стиль анализируя работы которые в основном есть образы которые люди подают рисуют мы сразу под эту геометрию подбираем так скажем архитектуру в комплексе в конце все замкнулась сочеталась бог какой-то общий либо ну кому не какая-то общество в световой гамме либо в смысле правой стороны вообще называют эту испанскую стену там три испанских художников все супер знаменитые по сути вот там уходит топ-5 мировой не обидно когда вы делаете но такой большой вклад по сути в искусство да когда вас постит комплекс там хайс на байте крупные здания в нью-йорке в америке а в россии сми просто молчат как будто это блять вася какой-то пришел залез там на лесенке разрисовал башенку и убежал мы сами не очень хотим пока про эту историю рассказывать и раскрываться по сути ты первый кому вообще какие-то детали рассказываем когда проект будет закончен тогда мы расскажем всю всю история которая стоит за ним я уверен что мы пару рекордов гиннеса заберем это будет настоящий культурные туристические замечательности это вполне войдет в достояние потому что здесь представлены самые лучшие стрит-арт-художники вот нашего время ну что ты счастлива самый лучший день мы идем выбирать собаку там он дядь петя говорит что три щенка но одного мы по-любому сегодня забираем посмотрим познакомиться может они не подойдут по духу согласен собака это очень важный выбор давай сразу договоримся если вдруг мы с тобой ну разводимся расстаемся собаки остаются у меня дай жизнь она такая штука блин но не понимаешь что чего ждать сужены мы же с тобой в прошлом в логе уже обсуждали что я приеду в свою квартиру в случае чего вдруг ты захочешь собаку забрать а у меня там в этой квартире либо я либо собака вдвоем мы не поместимся окей все хорошо то есть все собаки они остаются у меня договорились давай кошмар я конечно переживаю не только насчет того что мы сейчас собаку еще будем выбирать насчет то как мы потом будем ехать а чё такого-то по-любому я делаю ставки что он либо тебя обосыт либо облюет спасибо ну что в предвкушении малыш извини мне пожалуйста мы не расстанемся с тобой если я и ты будем хорошо себя вести а хорошо себя повести а я гуд бой гуд бой что ты делаешь в поле команды пойдем гулять дезинфекция давай у вас очень серьезный подход ты выбираешь сейчас да ты привет мой хороший ну чё есть у тебя какие-то предпочтения ух ты какая мощная выберу санчик привет сандарцем молодец красавец смотри у них это клеймо на ушки все как надо так ну давай вот из этих двух по выбираем он тебе он как-то более да и как он нравится ма а касаться по лес конечно этот более активно и она же такой прям как будто освоил на самом деле ну как бы тут большой разницы нет уже от нас будет все зависит от родителей зависит от собак тем более у нас с тобой мнение сошлись мне тоже нравится все давай берем надо спасибо вам большое вы на связи не переживай ты едешь домой такая милашка ну что корейский дворик едем но у него глаз разодран там после траки бойца забрали ну чё как ощущение сегодня будем думать как его назовем он юстас так ты аккуратнее в поворотов ходи саш остановись не надо снимать я останавливаю держи собаку вот как я прочувствовала сказала что он начинает сглатывать да круто молодец я успел камеру включить ты себя покажи лучше я говорил что блеванет точно сейчас осталось еще пописать так запомни вот этого дядю ну что малыш как же тебя назвать ну что сидим выходим а так но сейчас будет сходу первое знакомство с боссом иди ко мне sim simba хороших хороших молодец молодец simba обиделся давай подумаем как мы его назовем буквально уже завтра мы поедем за другим он белого цвета у меня почему-то сразу в голове возникло что хочется его назвать кокс я хочу какое-нибудь парное название потому что вот почему у нас ту большую собаку зовут дэн потому что их было двое я в свое время их назвал джек дэн джек дэниелс но кокс с чем сочетается кокс и бакс кокс и бакс рубль слушайте но это ведь это как всегда дилемма я знаю что среди вас очень много креативных крутых ребят которые мне во многом уже помогли я подумаю какой приз ждет того кто напишет прикольную пару неймов и допустим грей гус или джек дэниелс дуйте в комментарии и я надеюсь что вы мне поможете архитектурный объект мы на самом деле придумали порядка семи лет назад наша фишка как управленцем в том что мы строим планы на все что нас окружает с перспективой на 5-10 лет минимум по сути это наверное самая высокая в мире инсталляция стрит арт-художника это алюминиевые панели сверху слой краски сложная очень сложная техника печати и пленка защитная где-то через месяц мы ее все анимируем по сути она будет управляться как программы так и хэштегами так как он цифровой художник люди будут отправлять хэштег потом видеть как этот хэштег поменял цвет например определенной секции то есть тем самым лишь будут понимать что есть шкала и у каждого цвета есть на самом деле свой номер работа того же 300 нет на если он если вы хотите пригласить стену расписать ну считайте это бюджет 60-150 тысяч долларов здесь это был супер friendly price за гостиницу перелет респект его и просто и просто он понимает что здесь его увидят я помню как вконтакте в группе у покраса он продавал свой холл за 400 долларов а сейчас сколько стоит 30 35 ну а вот главный вход от рюма покрас лампад ребята вот работа держи слова нью-йоркский художник пауз от графики в плоти чистейшем его виде или с ним в кофейне он говорит а что для людей вот в россии самые важные чтобы не такое написать я говорю ну графики она все про слова про имя про слова и по сути в россии нет ничего важнее долгое время не было контрактов было рукопожатие твое слово игры поэтому держи слово все будет закрашенных уже к октябрю секретное место за секретным объектом номер два бегут смотри сколько ему он реально как белый медведь сидеть ты молодец и лапу еще даешь ты хорош ты хочешь домой к нам да ты молодец ты мне так нравишься это просто что-то с чем-то баунти баунти ничего посмотрите какой он красивый все мы его забираем как тебе вы что здесь ой долго ехать обратно нам полтора часа на этот раз я не буду делать ставки собака более взрослая я думаю что она не нагадит на маш я так рада мне он очень понравится он реально как белый медведь он как огромная белая лисица он реально похож на песня да противостояние людей ну что дал ёппер до питья минус гелик блять вот и красавчик молодец пометил территорию вот такой запах странный пахнет каким-то подорожником ой вытаскивай его и ко мне о господи боже ну ты тут надавал ой как он тебя обнял он тебя прям обнял ты посмотри постой постой он просто вцепился в тебя ты чё все хорошо он вцепился не хочет отпускать испугался с первым уже подружились симба ты чё симбочка ты мы тебя ни на кого не променяем блин он так круто смотрится здесь на зеленой траве белый просто я так себе это и представлял ну идем знакомить я надеюсь что и в этот раз все будет хорошо правда беленький он побольше дэн 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 привет 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 все-все вроде бы познакомились тихо тихо он рычит рычит он ну как он рычит блин я не могу его отпустить потому что фу да у него прям слюна течет фу у нас проблема все хорошо блин не получается познакомить он его может укусить понимаешь вот он на него начал рычать и бросаться блин он видит этот больше и вообще другой куда он меня чпокает смотри ты офигел эй так нельзя ты чё а ух саня плакал твой пресс он даже не знает что его сейчас ждет а это кусочки для дегустации нашего свадебного торта сюрприз для саня тада знаешь что это я догадываюсь смотри да так ты понял да что ты не все жрешь сразу вы помните как надо дегустировать да нет саша это номер 2 нет да ты Саша ты сумасшедший это номер он тебе сейчас весь вкус собьет мне тоже надо чтобы что-то осталось так номер 2 молочный шоколад с ванильным профитролем да тебе понравился давай по десятибальной шкале ну ладно 6 шоколадный бисквитный торт с малиновым кули вот это хорошо вот это нашим гостям зайдет мне нравится ягодный торт с маскарпоне и ванильной намилакой чтобы это не было поехали вот так а если у вас есть идея что такое намилак пишите в комментариях мне кажется слишком сладкий чизкейк 3 шоколада должно быть интересно так все так Саш ты уже брал отвали я бы по отдельности поставил бы каждому десяточку но тут типа надо не по отдельности реально каждый тортик прям зашел бы на ура и так дамы и господа номер восемь манго это не моя история я люблю чтоб сладко было вот эти фрукты пять номер девять шоколадный ежевичный торт нашим подписчикам тоже угощайтесь ребят приятного аппетита ну прикольно но семь не шесть все равно сделаем как я скажу давай номер двенадцать медовик это просто сейчас залетает нахрен ракета блин смотрите офигенный и не сладкий, и как надо. Медовик можно на день рождения, на свадьбу медовик как-то. Ореховый торт с карамельным муссом и шоколадным кремя. Тебе не понравится. Ну дай сюда, очень невкусный торт. Очень невкусный торт. Че? Карамелька. Теперь сложно, конечно, выбрать так, чтобы всем зашло, как обычно, блядь. С этой свадьбы вообще невозможно ничего определить. Все время какие-то сомнения, блин. Самое главное, в невесте сомнений нет. Ну, хоть и на этом спасибо. Андрей Шевлягин, тебе спасибо. Спасибо большое. Слушайте, вот это поворот. Плакал мой пресс. Ты то же самое сказал. Ну, у нас просто сейчас такое отношение вообще к искусству. Люди перестали видеть в нем ценность, временную, таланта, ценность. Ничего, со временем все вернется на круги своя. Вещь, которую чаще всего встречают, негативную проатриум, это про его архитектуру, то, что он изуродовал почить Курского вокзала. Серьезно, так люди говорят? Да, да. Ну, ты знаешь, вообще, что здесь не должно было быть, видимо, лучше бы, чтобы была парковка. Видишь, уже контур. Это огромная будет тройная работа, триптих. Вот как раз слева художник Эдди, WK Interact его зовут. Он тоже один из проатцов, он более 30 лет занимается стрит-артом, именно стрит-артом. И он был одним из первопроходцев коммерческой работы с брендами. Как раз он сделал это с брендом, с тремя полосками. С унидасом. Да. Но работа изначально тоже должна была быть другой, и за дня в день мы встречали здесь курсантов. Офигеть. И в итоге он просто тем самым символизирует курсанта, возвращающегося домой с миром. Вау, нифига себе, вот это круто, реально. Фейф, художница из Африки. Знаешь, что круто, что они все привносят, что-то свое, но в то же время адаптируют для России. Мы как раз, цель была, во-первых, да, они все вдохновляли, мы им это не навязывали. Они сами говорят, слушайте, нам так интересно, на самом деле мы учились на русских техниках, на русской культуре. То есть они прекрасно знают русскую литературу, русское изобретительное искусство. Все шарят. Бро, как ты чувствуешь в Москве? Ты чувствуешь в моем гамме? Да. Я ничего не понял, но заебись. То есть мы здесь все довесим еще неонными и лампами, чтобы все светилось. То есть, по сути говоря, вот мы ничего себе не заявляем, нигде не шумим, потому что проект пока еще... Ну, в процессе. Ну, на 40% готов. Блин, это круто. Я надеюсь, что Паша, вы меня позовете, когда уже будет все закончено. Мы сейчас подготавливаем почву, ребята. Теперь, когда вы будете проходить мимо атриума, вспоминайте добрым словом Пашу, Эрика, который является хозяином, он наш друг. Паш, спасибо тебе большое. Все. Но... Короче, он нарисовал русскую девочку. Леся ее зовут. Он уже на 50% сделал свою работу. Вот этой девочке повезло, он ее нарисовал. Олеся Рулин. Снизу так не выглядит круто, как когда-то вот в такой близи. Нифига себе, вот это доверие. Когда я буду проезжать мимо атриума сзади, я буду вспоминать вот этот квадратик. Вау, тут прям очень мощно все прорисовано. Это, конечно, реально произведение искусства, ребят. Я очень рад, что получилось вот у нас сделать такой небольшой сюжет про это, потому что огромнейшее творчество, это большое искусство, по крайней мере для меня. Я обожаю стрит-арты, то, что делает Паша, что делает Эрик. Атриум, вы большие красавчики, правда. Блядь, такой боится, пиздец. Ребят, но влепите лайк, по-братски, ребята, старались. Не забудьте подписаться обязательно. Хейтеры, сука! Все, кто ставит дизлайки, сейчас вам будет бизнес. Yeah, boy! Yeah! Thank you, man! The real talk! Как ты думаешь, возвращаться к бывшим это норм или нет? Ну, в смысле, когда у тебя нормальные отношения уже, а просто вот ты расстался с человеком, а потом опять вернулся. Слушай, ну все индивидуально, но мне кажется, это вот как бы как книга, страница. Перелистнул и все. Ну, смысл назад возвращать. Перечитать там, ну, разочек можно вернуться. Так, типа, на закладочку какую-нибудь хорошенькую. О, 45-я страничка. Нормально так, зашибись. Что у нас там на третьем абзаце? О, третий абзац у нас такой большой, такой глубокий, ну, мысль такая классная. Саша. Вот тогда можно вернуться. А так, вот, ну, посерьезки, мне кажется, нет. Если тем более чувства прошли, то нахер надо. Заново ты уже эту искорку в себе не зажжешь. Но я, кстати, с некоторыми там нормальные взаимоотношения поддерживаю. Типа там, привет. Саш, ну тоже, знаешь, ты говоришь, я с бывшими нормальные поддерживаю взаимоотношения. Да я не могу. Вот с тем, с кем я поддерживаю взаимоотношения, это не бывшие мои. Это просто те, с кем у меня был чпок на раз-два, и все. А бывшие с ними нет. Ну, как бы, те, с кем у меня были серьезные взаимоотношения, это всего лишь три человека. Первый вообще там по юности. Ты помнишь, ты случайно в ресторане увиделась и поздоровалась, да. Вот. Вторые, ну я там совсем был юный, и, к сожалению, девочки уже нет в живых, царство небесное. А третий, это вот о которых я тебе рассказал. Все. Какой, типа, про бывших я тебе все рассказала, а вот про вот миллиард вот этих всех, они мне не бывшие, ну это так, ничего серьезного, просто там что-то. А про них я даже при всем желании тебе не расскажу. А мне в город страшно выходить, потому что в каждой вот темненькой девочке вот такой, я вижу твою бывшую. Ну, что поделать, ну нравится мне вот такой типаж. Слушай, но, знаешь, я вот про твоих бывших знать ничего не хочу, их не было, блядь, нихуя. Я первый у тебя. Единственное. Я ей рассказывать не хочу. Я вообще придерживаюсь мнения, что ничего не надо рассказывать. Вот просто, вот, не надо и не будем. Все. Как считаете, нужно ли вот так поведать своей любимой девушке про всех своих бывших, чтобы она знала, что она такая вот не единственная в этом мире, что если что, всегда есть те, кто были до и, возможно, те, кто будут после. А если считаете, что я неправильно сейчас сделал, то все равно поставьте лайк и напишите в комментариях, что вы считаете, что я долбоев или что я все-таки, ну, молодец, что я вот посвятил свою любимую в свою небольшую историю. Так что, ну, ты единственный, наверное, ну, конечно, ничего. Ну, что, идем делать вторую попытку. Чуть переживая, конечно, боюсь, что Дэн бросится на него, потому что этот постарше все-таки. Но он оттуда на бешеной скорости побежит, дядь Петь. Малой сразу упал на спину, поэтому все было окей. Отпусти, 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 отпусти. Боже, это очень страшно. Дэн, 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 Я не могу на это смотреть, но это невозможно. Дэн, 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 ты чё? Дэн, я его починила, пьё, оделишь? Молодец, молодец. Тихо, тихо. Он должен постоянно переворачиваться на спину и признавать его хозяина. Пока что Белый сопротивляется. Нельзя, свои. Он его прихватил. Блин, чё-то его заносит жёстко. Дэн, видишь, он огрызается. Дэн, ты ему уже всё доказал. Послушай, ты самый главный здесь, но он маленький, он тебе будет в помощь. Всё. Фух, ужас. На этой очень драматичной ноте мы прощаемся. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ваш напиток. Субтитры создавал DimaTorzok